Эфир телеканала Ноябрьск 24 представляет итоговый выпуск новостей. Здравствуйте. Женщина, которая несколько дней назад попала под поезд, сегодня ночью скончалась в больнице. Напомню, трагедия случилась утром 16 февраля. 35-летняя женщина Ноябрьска и ее 12-летний сын шли по железнодорожным путям. В районе моста, ведущего на промзону, женщина попала под проходящий поезд с переломом предплечья и черепно-мозговой травмой. Она поступила в ЦГБ. Ребенок в аварии не пострадал. В больнице смерть женщины подтвердили. Однако причину пока не называют. По информации, которую удалось разузнать журналистам телеканала Ноябрьск 24, у женщины после операции на мозге развилась полиогранная недостаточность. Это тяжелая, неспецифическая стресс-реакция организма, при которой он не способен поддерживать свое жизнеобеспечение. На Ямале установлен новый прожиточный минимум. Его величина в расчете на душу населения составила 15 752 рубля. Для трудоспособного населения 16 351 рубль. Для пенсионеров 12 368. Для детей 15 311 рублей. Рост за год составил 10,6%. А это 1511 рублей. Январь ударил по кошельку собственников жилья. Коммунальные счета в этом месяце у многих жителей города заметно увеличились. Плата за тепло в некоторых домах выросла почти в два раза. При том, что сами тарифы не менялись уже несколько лет. Мы попробовали разобраться в ситуации. Вот что из этого получилось. Тепло и дорого. Качеству отопления у Людмилы Литвиенко нареканий нет. Новосчета за теплоэнергию совсем не греют душу. Эта графа в квитанции каждый месяц поражает своими суммами. За ноябрь 1300 рублей. За декабрь уже 1900 рублей. А цифры за январь Людмилу Ивановну и вовсе повергли в шок. За январь месяц пришло 2330. Это как же так понять? Жди на следующий месяц еще будет 3-4 тысячи. И как же жить? Куда деваться? Зачем же тогда у нас поставили счетчики домовые? Входили они, опрашивали. Ну как поставим? Меньше будете платить. Как же меньше, когда сейчас в два раза? Какие-то рамки-то идет. Это что надо обогревать, отоплять тогда за эти деньги? Но такой скачок цен за отопление далеко не предел. У жильцов дома на советской 110 счета за тепло выросли почти в два раза. И это при том, что в доме установлены не только общедомовые приборы учета, но и индивидуальные. Но экономия от этого никакой. Сначала нам приходило там полторы тысячи, там 1700, 1200. Потом как бы больше-больше. В последний месяц пришло там 4000 за отопление. И когда мы заметили, что у нас слишком много расход, мы как бы стараемся экономить, отопление там где-то убавим, где-то выключим. Я сходила в Яриц, который в 103-м доме. Она мне сказала, да, вот, ну, как бы, тут ваши показания плюс общедомовые. То есть, получается, мы за подъезд платим практически так же, как и за свою квартиру. 2400 рублей за индивидуальное потребление тепла и 1800 за отопление общедомовое. Такой расклад Ксению Батманову совсем не радует. Повышенные цифры в платежках за январь увидели жильцы всего дома. И у многих закрылась мысль, что им приходится платить за отопление незаселенных квартир, которых в доме немало. Однако в Яриц отмечают, что их опасения напрасны. У каждой незаселенной квартиры при любых обстоятельств расчет производится. То есть, если с законодательством данная площадь должна участвовать в распределении той или иной услуги, она обязательно участвует. Показания в незаселенных квартирах снимает управляющая компания, а оплачивает эти счета собственник, то есть администрация. Впрочем, специалисты расчетного центра отмечают, ничего удивительного в расчетах за отопление нет. Сколько потребили, столько и в питанциях получили. Из показаний общедомового узла учета вычитаются показания индивидуальных счетчиков, а получившийся остаток распределяется между жильцами. Это сумма оплаты отопления домового имущества. Тем не менее, на конечную стоимость ресурсов может влиять несколько факторов. Зависит от температурного режима, зависит от даты снятия показаний расхода по общедомовому прибору учета. Ну, как можно предположить, чем холоднее месяц, тем больше расход показывает общедомовой прибор учета. В начале февраля таких обращений в Яриц было немало. Январь из-за своих погодных условий увеличил потребление тепла. Топили ответственно. Отсюда и расход такой. Другое дело, сетуют люди, когда столько тепла вовсе-то и не нужно. Собственникам помещений вправе самостоятельно принять решение, путем проведения общего собрания, об установке узла управления, что в свою очередь поможет им регулировать подачу тепла более тонко, соответственно, снизить теплопотери, и избыток тепла в их дом не будет поступать. Таким образом, можно отрегулировать в том числе и размер платы за отопление. Установка узла управления на общедомовом счетчике – это лишь один из способов снизить затраты. Можно еще провести обследование энергоэффективности дома, которое поможет выявить и устранить места, пропускающие тепло. Только вот прежде, чем начать экономить, нужно серьезно вложиться. И эти траты опять же лягут на плечи собственников. Антон Морев, Юлия Мурева, Анатолий Присичев, Виталий Харченко, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Между тем, правильность начисления платы за отопление жителям дома – 110. По советской проверит жилы инспекция. С просьбой разобраться в расчетах обратились собственники шести квартир. Были ли ошибки или нарушения в порядке начисления, мы расскажем сразу, как закончится проверка. Городской бюджет недополучил 439 миллионов рублей. Такую сумму задолжали казни арендаторы земельных участков. Вопрос этот на заседании депутатских комиссий вызвал жаркие споры. Почему законные методы не имеют должного воздействия? И какую альтернативу предлагают депутаты? Ксения Епишева с подробностями. 439 миллионов рублей долг за пользование муниципальными земельными участками копился не год и даже не два. За 13 лет эта сумма выросла практически в 3,5 раза. И надо сказать, что долги, которые числились за арендаторами еще в 2002 году, в некоторых случаях до сих пор не погашены. Неудивительно, что этот вопрос вызвал волну возмущений и недовольства среди депутатов. Это один из источников, немногих источников дохода нашего городского бюджета. И разумеется, вот такая сумма, она всех просто ввергает в шок. 439 миллионов, да еще и то, что мы здесь большую половину взыскать не можем. Проблемы со взысканием действительно есть, подтверждает руководитель департамента по имуществу Светлана Чумакова. Ведомство рассылает претензии, дело даже доходит до суда, однако не всегда сдвигается с места. Для примера, за последние три года департамент по имуществу направил в адрес должников 363 претензии на общую сумму 243 миллиона. Результат – 14 миллионов в счет погашения. Собственный вопрос эффективности работы по взысканию долгов и вызвал у депутатов негодование. Вы здесь в качестве рекомендации рассказываете, какую вы работу проводите. И всех, ну тут, если не перечислять мероприятия, то смысл этих мероприятий, что мы информируем, оповещаем, уведомляем. А почему мы не можем арестовать имущество, там расторгнуть договор? Наложить арест на имущество вправе только суд. И здесь, отмечает Светлана Чумакова, департамент уже неоднократно заявлял такую меру в исковых заявлениях, но получал отказ. Что касается расторжения договора, то тут тоже есть свои подводные камни. Если мы расторгаем договор аренды на этот земельный участок, объект недвижимости остается стоять на данном земельном участке. И расторгнут договор аренды, значит, фактически используется земельный участок, но договора аренды нет. И каким образом тогда нам дальше взыскивают? Стоит отметить, что среди должников есть ряд предприятий, акционерами которых является муниципалитет. К примеру, Вангапуровский тепловодоканал и энергогаз «Ноябрьск». Тепловодоканал текущие платежи платит сейчас. То есть вошел в колею текущие, остались те платежи, долги, которые когда-то годами накопили. Что касается энергогаз «Ноябрьска», то здесь, заверила Светлана Чумакова, работа тоже ведется. По части сумм предъявлены претензии, по части сумм уже есть исковые заявления о взыскании. И исполнительные листы пойдут в судебный пристав на исполнение. И последний вопрос, который обсудили депутаты в рамках этой темы, это дополнительные меры воздействия на должников. Поступило предложение работать с ними как с предприятиями, которые задерживают заработную плату. Так что, скорее всего, в городе будет введена новая практика. И тем, кто игнорирует платежи за землю, придется держать ответ не только в суде, но и на публичных совещаниях в администрации. Ксения Епшева, Виталий Харченко, «Ноябрьск», 24. Министерство финансов страны предлагает амнистию для индивидуальных предпринимателей. Ведомство готовит закон, который освободит от уплаты налогов и страховых взносов частников, которые работали и получали прибыль, но не были официально зарегистрированы. Главным условием амнистии будет добровольный выход из тени. Такая мера должна способствовать снижению неформальной и скрытой занятости в экономике. Тенденции ухода в тень как индивидуальных предпринимателей, так и компаний, наблюдаются и в «Ноябрьске». По данным Пенсионного фонда, за последний год число ИП в городе снизилось на 7%. А вот количество тех, кто подает нулевую отчетность, то есть по документам не получают прибыли, увеличилось. По индивидуальным предпринимателям численность также уменьшается. И на 1 января 2016 года у нас состоит на учете 4330 предпринимателей против 4618 в 2014 году. Более 1200 индивидуальных предпринимателей ведут активную предпринимательскую деятельность и имеют доход более 3000 рублей в год. В Роспотребнадзор участились жалобы на компанию, которая предлагает ноябрцам зарезервировать курортную площадь за рубежом. Исчисляется такая услуга десятками тысяч рублей. Многие люди, которые заключили такой договор аренды после внимательного прочтения, решили его расторгнуть. Но фирма отказалась вернуть деньги. В ноябрьске она действует как поручитель от другой компании, зарегистрированной в Великобритании. Теперь расторгнуть соглашение туристы могут прибегнуть лишь к международному законодательству. Соответственно, российские сотрудники Роспотребнадзора оказываются в сложившейся ситуации бессильны. Специалисты Роспотребнадзора не имеют права и возможности, скажем, помочь потребителям просто взыскать данные денежные суммы. Данные денежные суммы будут взыскиваться только в судебном порядке. При заключении данного рода соглашений быть более внимательными, читать внимательно все пункты соглашения и подписывать только после того, как, скажем, потребитель убедится в том, что его устраивает полный объем той представленного соглашения, которую придется заключить. Судебные приставы забирают у предпринимателей имущество из-за долгов. Сегодня они побывали в одном из детских магазинов. Предприниматель задолжал порядка миллиона рублей, долг в воздухе повис, и банк подал заявление в суд, собственно, по решению которого и был наложен арест на его имущество. Данное арестованное имущество будет передано на реализацию. По истечении реализации все вырученные деньги пойдут напрямую взыскателю банк на погашение задолженности. У жителя Губкинского с его сберегательного счета похитили 11 тысяч долларов США и около полумиллиона рублей. Жертвой аферистов мужчина стал из-за собственной неосмотрительности. Как сообщает прислужба окружной полиции, к ним он обратился 16 февраля, сразу после того, как обнаружил пропажу денег. В ходе проверки выяснилось, что они были списаны с его счета еще в декабре 2015 года. Тогда же и был получен звонок. Дело в том, что заявитель продавал дом и неизвестный по телефону предложил перевести ему задаток за предполагаемую сделку. Мужчина сообщил номер своей сберегательной карты. Впоследствии ему была перечислена сумма задатка, но, как оказалось, в большем размере. В связи с этим, мошенник попросил вернуть ему лишнюю сумму и назвать пароль, поступивший на телефон заявителя. Вот этого делать было категорически нельзя. Зная секретные цифры, злоумышленник и присвоил себе крупную сумму денег. Счет идет на дни и даже на часы. Жительница Ноябрьска требуется срочная помощь тюменских врачей. У 14-летней Екатерины Ивановой детский церебральный паралич. Но стараниями мамы Катя добилась больших результатов. До этой осени она ходила в обычную школу, отлично училась и занималась творчеством. В ноябре у девочки неожиданно отказали ноги. Врачи Ноябрьской ЦГБ не смогли установить точную причину. Екатерина вместе с мамой поехали в детскую клиническую больницу Уфы. Там ребенка обследовали и поставили страшный диагноз – рассеянный склероз. Порекомендовали срочно обратиться в тюменский центр за назначением сложных, но необходимых лекарственных препаратов. Лечение в Тюмени невозможно по медицинскому полису. Клиника выставила маме счет в 250 тысяч рублей. Сейчас для семьи это неподъемная сумма. Между тем, без препаратов состояние Екатерины может ухудшиться в любой момент. Цель одна – только попасть в этот центр. И чем быстрее, тем лучше. Потому что я очень боюсь, что если действительно этот диагноз есть, который нам поставили в Уфе, что не дай бог какое-то проявление. Потому что разговаривала с профессором, разговаривала с врачом, что она может проявить себя в любую минуту. Я очень хочу, чтобы мой ребенок поправился и вернулась хотя бы на тот момент, как у нас было в прошлом году. Мама девочки готова принять любую помощь и советы. Ее контактный телефон вы видите на экране. Ссылки на группы и банковские реквизиты семьи можно найти на сайте нашей редакции n24.ru, а также на наших страничках в социальных сетях. Житель Муравленко приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за уклонение от армии. По решению призывной комиссии в ноябре 2015 года обвиняемый был признан годным к службе и, по идее, должен был отправиться в ряды вооруженных сил. Однако свой конституционный долг призывник проигнорировал. В установленные сроки по повесткам военкомат не являлся. Уважительных причин не представил. В ответ на такие противоправные действия прокуратура возбудила против молодого человека уголовное дело. В суде обвиняемый свою вину признал полностью, что, впрочем, не избавило его от наказания. Кстати, не слишком жестоко, ведь согласно части 1 статьи 328 Уголовного кодекса, уклонение от призыва на военную службу ему грозило до двух лет лишения свободы. В огне пострадал дорогой внедорожник. Это случилось сегодня ночью. Сообщение о возгорании поступило в половину третьего. Пожарные на месте ЧП были уже спустя пять минут. На момент прибытия огнеборцев двигатель машины уже полыхал вовсю. Три минуты понадобилось пожарных, чтобы сбить пламя. Причина происшествия устанавливается. Добавлю, это уже не первый случай с начала года. Пожарные уже семь раз тушили авто во дворах. Еще три машины пострадали при пожаре в гараже. А ну-ка, парни и даже девушки! В преддверии Дня защитника Отечества в Ноябрьске стартовала военно-спортивная игра среди подростков и молодежи. Торжественное открытие соревнований состоялось в центре «Кадет». Участниками стали семь команд из городских школ, средних и высших учебных заведений. В ближайшие его дня им предстоит показать свои умения в строевой подготовке, стрельбе, а также знании теории. Кстати, в рядах участников не только молодые люди. Есть даже женская команда. И сражаться девушки будут наравне с парнями. Подобные состязания в Ноябрьске проходят регулярно уже несколько лет. И, как говорят судьи, их победители традиционно показывают высокие результаты и в жизни. Мы детей подготавливаем к службе в рядах вооруженных сил. Они частичку, немножко уже что-то будут знать, когда придут служить в армию. Если человек по каким-то параметрам не будет служить, то он тоже будет готов когда-то встать на защиту нашей страны, если вдруг такая ситуация случится. Поэтому мы готовим к жизни их просто, к нашей обычной жизни. Музейный ресурсный центр приглашает жителей Ноябрьска принять участие в традиционной выставке «Ямальский калейдоскоп». Работы принимаются до 25 февраля. Сначала они пройдут отбор, где будут оцениваться их индивидуальность, оригинальность и качество исполнения. И только лучшие попадут в экспозицию. Она откроется 6 марта. Дорогие наши горожане, ноябряне и гости города, от всей души поздравляю вас вообще с наступлением нашей городской выставки. И хочу пригласить всех поучаствовать в ней, потому что это для нас праздник, праздник души. Потому что то, что творят художники, это действительно вот их душевное состояние, которое они передают на холстах в своих работах мастера декоративно-прикладного творчества. А в эти дни в музейном ресурсном центре открылась выставка «Северный колорит». Она посвящена быту и обычаям коренных народов Севера. Экспозиция поделена на несколько разделов. Жилища, основные промыслы, оленеводство, духовная жизнь. Посетители, познакомив с традиционным укладом мужчины и женщины, расскажут об их материальной культуре, а также верованиях и обычаях. Естественно, что по-разному мы каждый раз подаем этнографический материал. На выставке представлено свыше до 200 фондовых предметов, которые характеризуют эту культуру. И всегда культура северных кочевников привлекает живой интерес школьников, жителей города. И особенно она интересна гостям города, которые впервые знакомятся с этими уникальными культурами. Это была завершающая информация выпуска. У меня на этом все. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Магазин Каприс. Город Ноябрьск. Торговый комплекс «Север-3». Ждем ежедневно с 10 до 21.00.